Я получила визу и уехала в Крако. Там у меня с этой девушкой вышел просто какой-то фарс. И когда я поняла, что я не люблю её, то я поняла ещё много нового для себя. Что я больше не хочу пить и курить, что бедность — это подарок, и что у меня закончились деньги. И мне нужно было заработать для того, чтобы уехать в Познень, где меня ждала учёба в полициальной школе и новая жизнь трезвости. Чтобы насобирать денег, мне пришлось раздавать флайера в центре Кракова. На этой работе я здорово выучила польский, так как мне много приходилось общаться с людьми, а также насладилась Краковом и его атмосферой, наполненной туристами, уличными музыкантами и сувенирными лавками. Через несколько недель я уехала в Познань с нужной суммой денег на первое время. Мне нужно было искать работу. Я стала искать, параллельно наблюдая Познень, и ходила в школу. Более случая, когда я забирала документы у переводчицы, она предложила мне работу по просьбе своих знакомых поляков. Это была работа в Познанье. И я согласилась. И у меня началась серая будничная жизнь на работе, к которой я была совсем не подготовлена, так как раньше я никогда так долго и много не работала. На работе я постоянно слушала аудиокниги, для того, чтобы хоть как-нибудь придать смысл постоянному мытью лестничных клеток. Многим 45-летним дамам одеваться слишком уже пышно. Ума была не большого, а знания литературы весьма сомнительного. Я ездила в одиночестве по городу, втайне снимала людей на работе, и постоянно думала о прошлом, копаясь в себе. Я стала много работать, сама не знаю для чего, и мой позвоночник этого не выдержал. Я стала чувствовать очень сильные боли в спине и залегла. Мои работодатели помогали мне держаться на плаву деньгами. Они очень полюбили меня и не хотели, чтобы моя история в Польше вот так вот плохо кончилась. Два месяца я не могла работать. Максимум, куда я выходила прогуливаться, это до ближайшей лавочки. Или до остановки садилась на транспорт и наблюдала за людьми, или за картиной в окне. Пересиливая боль в спине, я ходила на уроки рисования. Я стала понимать, что одиночество — это не выход. И радость, она тогда радость, когда ты можешь её разделить с другими людьми. Так как я всё время лежала и не могла работать, моим работодателям была нужна моя замена. И они попросили меня кого-то найти. Поэтому я предложила приехать Роджеру. И Роджер приехал.